Расскажи, Фироп, как это сложно и не долго случилось? Конечно, это сложнее, чем обычная сборка. Она смотрится гораздо интереснее, гораздо зрелищнее. Собственно, именно она меня и зацепила. Первый раз, когда я увидел, как другие люди это делают, я тоже подумал, что мне это точно не по зубам, не по силам. Потому что подумал, что методика для слепой сборки такая же, как и для сборки с открытыми глазами. Только то, что делается с открытыми, надо просчитывать заранее с закрытыми. Выяснилось, что там просчет совсем другой, что он гораздо легче, чем мне казалось. Естественно, совершенно другая методика. И людей еще смущает то, что когда человек собирается с закрытыми глазами, он делает больше ходов, чем в сборке с открытыми глазами. Это кажется сложнее. Чем больше ходов, тем сложнее. На самом деле, чем больше ходов, тем проще. Потому что в этих ходах скрывается то самое однообразие, за счет которого, в принципе, все это и легко запомнить. Основная сложность, конечно, в запоминании. Все остальное уже, то есть, в принципе, любому человеку, который даже не умеет собирать кубик с закрытыми глазами, если ему закрыт глаза дать кубик и попросить сделать какой-то конкретный алгоритм, он его сделает. Поэтому именно в самой сборке проблем особых сложностей нет. А вот в запоминании, собственно, это, наверное, и есть основной фактор. Я запоминаю кубик примерно за 30 секунд. Саня, он меньше 20 запоминает. Поэтому собирает быстрее. Вы учились в этом долго? Месяц. Месяц? Ну, в принципе, уже легко найти на YouTube, в том числе и по моим включающим видео. И что вы представляете в этот момент? Что? Что вы представляете в этот момент, когда собираете кубик с закрытыми глазами? Кубик или вот кубик вы просто видите, как он крутится? Дело в том, что для того, чтобы запомнить последовательность движений, нужно запомнить последовательность из букв. То есть я с помощью мнемотехники кодирую все эти ходы в буквы. И, допустим, если 20 ходам соответствует одна буква, да, то, в принципе, те 400 ходов, которые я использую для сборки, ну, в среднем 400, все зависит от ситуации, можно закодировать за 20 букв. Эти 20 букв я делю на пары. Ну, например, приведите пример любые две буквы. А, Д. А, Д. Ну, и из букв А и Д я делаю какое-нибудь слово, которое легче всего запомнить. Ну, в данном случае все очевидно. Ад. И я представляю себе ад. То есть вот так я и запоминаю. Дальше попадаются еще какие-то другие буквы. Что-нибудь еще скажите. СА. СА. Очень интересно. СА, СА, СА. Что можно придумать на СА? Просто редкое сочетание букв. СА. Сахар, да. Я представляю, как сахар горит в аду. Ах. И так дальше. И вся цепочка вот так и складывается. После того, как все 20 букв уже у меня в голове, я скрываю глаза и вспоминаю буквы. Соответственно, уже вспоминаю те движения, которые мне нужно сделать. А вы ребята учились, да? Это все, наверное, ваши ученики? Ну, не все, но Арсюшка мой ученик. Мой троюродный сын. Саша, у нас флешка заполнилась. Да, все, как раз, да. Спасибо большое. Да, мне за что, я, по-моему, чушь какую-то сказала, да? Нет, нормально. Хорошо. Спасибо. Спасибо. Спасибо.